Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Посмотрела я видеоролик с Днюхи Анькиной. Ну, как всегда, Аня, привет всем! Привет! Привет, рыбата! Мне сегодня 24, аж не верится, потому что недавно совсем было 20, а уже 24. Ну, а толку, Анютка, что в 20, что в 24, одно и то же. Ума не набралась, работать не научилась. Всё так же, похоже, бездельничаешь, только уже в другой стране. Ну что, диета накрылась медным тазом у девочек, припевочек номер два. Ну, это, знаете, они на втором месте после старостенок. Только старостенки не сидят на диете. По крайней мере, не пытаются. Не было что-то у Юльки в начале, по-моему, там её канала, открытие канала, где она готовила диетические блюда себе, где она гораздо худее была и довольно симпатичной была, не такой огроменной, как сейчас. Хотя, по сути, нутру её не поменялось. Какое было поганое, такое и осталось. Поэтому, мне кажется, тут неважно, какого веса человек, да, сколько избыточного веса. Главное, чтобы избыточного дерьма внутри было меньше. Ну что, девочки собрались полным составом. Ну, правда, не совсем полным. Вика-то с мужем должна была быть. Ну, я говорила, есть ли тут муж, интересно. Может, не муж, может, сожитель, может, вообще она одна. Была она только с Лео. Шарики там какие-то купили Ане, и улетели шарики. И этот момент засняли. Ну, значит, накрыли стол, где, опять же, Вика помогала готовить. Готовила там какой-то крабовый салат. Пришла некая Марина, ну, и продемонстрировали нам, как пришли гости, как поздравляли, как стол накрыт был, что приготовили, да, ну, надо же было Аньке показать. Но сама-то Анька ничего не делала. Готовила Настяка, готовила Вика. Она, как именинница, не прикладывала руку ни к чему. Ну, а чё? Ей дали свободу. Отдыхай, Анютка. Собственно, Анютка и так всегда, как королевишна. А Настяка ей всегда прислуживает. А уже в день рождения, ну, что вы, что вы. Какая тут работа. Аньке нужно отдыхать. Ну, и что? Диета медным тазом накрылась, потому что горы майонеза, горы жирного, шампанское, кока-кола. Ну, и правда, ребят, для чего нужна была диета? Можно подумать, они это всё, да, за вечер сели и съели, и на следующий день забыли, и сели опять на свою строгую диету, как они нам пытались втюхать и показать, да. Вот поэтому, видимо, и не показывали цифры на весах, потому что сейчас за день рождения наберут в два раза больше, чем сбросили. Ну, и в гостях какая-то женщина в возрасте, получается, какая-то Марина, которая сидела, знаете, понты такие, кидала, что вот, спрашивают у неё, что он тебе подарил, это якобы муж. А она говорит, значит, а что он мне может подарить, если вся зарплата у меня, то есть всю зарплату он отдаёт ей. Это такие, знаете, понты, что ли. И что, в Германии так не заработаешь, да, где-то сливака деньги. Анька пояснила, что Марина согласна сниматься в видео. Тут попробуй не согласись, ну правда же. Если пришли в гости к девочкам-припевочкам номер два, то тут уж без съёмок точняк не обойтись. Тем более Марина столько помогла, столько помогла. Если бы не Марина, то они бы не справились. Ну, а Наташи не было. Да, Наташа уже всё вне компании, Наташа уже им не друг. Сначала, слушайте, хвалили и говорили, что вот Наташа, Наташа, понятное дело, что Наташа не их возраста. У Наташи свои интересы, больно они нужны Наташи. У Наташи есть своя жизнь, и нафига нужны они Наташи, чтобы она моталась к ним. Ну и, значит, дальше момент открытия шампанского. Брут. По-моему, брют или брут. Напишите, девочки, как правильно. Ну, не знаю, у нас говорят брют. А Анька сказала брут. И я смотрю, Настя так мастерски шампанское открывала. Это вообще что-то с чем-то, как будто она его каждый день открывает. Я, допустим, не умею его открывать, потому что я его не пью и я его не люблю. Ну, а девочки, мы видели, как любят алкоголь. Я думаю, что уже все посмотрели видеоролики в Дзене у меня, на Дзене, где девочки у нас про ракету говорили, да. Ну, и как они еще пьяные выражались в сторону россиян. И это такие культурные девочки у нас. Прям культурные, прям сама культура. Ну и да, только ныли, что в Харькове так неспокойно было. Так все ужасно было. И они так переживают за своих родителей. Ладно им по барабану, что случилось в России. По барабану с Тростенком, по барабану этим, они, похоже, даже рады без меры, что все это произошло. Знаете, глядя в последнее время вот на такие фриковые каналы, которые только гадости и мерзости несут в сторону России, да неважно, в сторону людей, которые с ними не согласны, и даже детей у Настики рот открывается. И не раз открывался в сторону детей с проклятием. Это просто ужас, чтобы девушка такое несла. Поэтому здесь я не удивляюсь. Но они же ныли и стонали, что в Харькове так неспокойно. И они прям в таком шоке. И они в расстройстве, что прям чуть ли не до слез. А тут весело. Тут весело всем. Это, знаете, как говорят, пир во время чумы. Ну и дальше похвалили Вику. Какой же вкусный салат она приготовила. Вика там расплылась в улыбке до ушей. Хоть завязочки пришей. Настя-кота от счастья, что наконец-таки отхлебнула шампусика из кружечки. Прям расплылась в улыбке. Ну а дальше был стрим. Я заглядывала буквально на минутку. Знаете, вот смотришь, да, стрим вот таких вот фриков. Носы повесили в телефоны. Сидят. Эти спины скукожили. И в телефонах. И, знаете, вот они даже, по-моему, и в экран не желают смотреть, чтобы ответить своим зрителям. Вот такие стримы я называю просто поберушничество. В ожидании подарков и донатов на день рождения. А не просто, чтобы пообщаться со своими зрителями. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok